Это тем более подробно обсудим с Андресом Умландом. Это немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Андрес, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо, что находите время к нам присоединяться. Всегда рады вам. Андрес, поясните, пожалуйста, мы видим, как Германия в целом сейчас активно отказывается от российских энергоресурсов, то, что мы видели в прошлом году. Видим, как активно наращивают военную помощь. Да, есть вопросы к Шольцу по поводу Таурусов, непонятные отговорки, почему нет, в то время как необходимо украинской армии. Но все же, начну нашу дискуссию с того, как вам видится, как вы сейчас оцениваете такое изменение вертикали немецкой политики в отношении Украины, в отношении в целом реальной угрозы со стороны Российской Федерации. Да, за последние два года произошло кардинальное изменение во внешнеполитической, можно даже сказать, философии Германии. Раньше она была как в отношении России, так и вообще в отношении всего мира другой. И сейчас она стала более, я бы сказал, реалистичной. И это результат вот этого российского большого уже нападения 22-го года. Можно было бы аргументировать, что все это должно было в 2014 году произойти, когда была еще аннексия Крыма и началась война на Донбассе. Но лучше поздно, чем никогда. И сейчас идет такая медленная переориентация. Она, конечно, для Украины излишне буксует и излишне медленная. Но она все-таки глубокая переориентация. И теперь Германия уже большой поставщик Украины военной техники. Пока что вот эти ракеты «Таурус», которые вы упомянули, они исключены, потому что, увы, немецкое общественное мнение пока против поставки этого оружия. Потому что большинство немцев, к сожалению, думает, что поставка этого оружия втянет Германию в эту войну. И в этом отношении российская пропаганда оказалась успешной. В общественном мнении также с вами поговорим несколько позже. Мне вот интересно, распределение ресурсов каким-то образом меняет свою приоритетность сейчас для Германии? Вы имеете в виду российских ресурсов? Нет, распределение ресурсов самой Германии внутри страны на определенные потребности. Если мы говорим об увеличении, возможно, определенных мощностей оборонных, так или иначе, на это нужны средства. Да, проблема в том, что Германия исходит из очень низкого процента своего ВВП на военные нужды. И она сейчас подняла свои расходы на военные всякие вопросы. Но, увы, это пока что около 2% и еще недостаточно. Потому что за последние 30 лет до большой агрессии России, Германия все время снижала свои расходы на военные нужды. И сейчас ей трудно поднимать это, потому что она исходит из очень низкого уровня и тоже из плохого, в общем-то, состояния своей собственной армии. И поэтому сейчас это большой для Германии скачок. И он такой довольно болезненный и каждый день обсуждается в немецких средствах массовой информации. Что касается общественного мнения, давайте все-таки перейдем детальнее к этому вопросу. Общественное мнение по поводу Таурусов мы с вами также уже обсуждали, что так или иначе есть вероятное влияние российской пропаганды, потому что в информационном поле Россия также ведет свою войну. Но а что касается тех же ресурсов, которые требуют некоторого увеличения на военно-промышленный комплекс, как к этому настроено общественное мнение? Ну, это сейчас по-другому все рассматривается. И Россия рассматривается как враг и как опасность. И поэтому, скажем, репутация НАТО в Германии, которая всегда была такой, ну, двоякой в Германии, она значительно улучшилась за последние два года. И сейчас немцы в своем большинстве однозначно поддерживают НАТО. Раньше немцы к НАТО относились так с опасением. Они рассматривали это тоже как такой альянс, который, может быть, на самом деле не нужен Германии. Сейчас это изменилось. И тоже изменилось мнение про Бундесвер, про расходы на военные нужды. И сейчас по-другому это все воспринимается. Но, увы, тут еще российская пропаганда, она работает в том смысле, что она все еще пугает немецкую общественность. И она в состоянии еще вызвать некую реакцию в немецком обществе тем, что она угрожает Германии. И вот в случае с этими Таурусами это оказалось успешно. И многие политики, и обычные немцы думают, что вот если Германия передаст это оружие Украины, то это будет там начало Третьей мировой войны. В этом смысле российская пропаганда еще успешна. Но, с другой стороны, эти угрозы, они тоже приводят к тому, что немцы сейчас больше понимают значимость военных аспектов, скажем так, внешней политики. Раньше это всегда была такая для Германии второстепенная сфера военная. Но ведь если бояться Третьей мировой войны, а по факту же сейчас Российская Федерация полномасштабно вторглась, уже более двух лет полномасштабное вторжение длится, атакуются ракетами мирные города и постоянно слышны угрозы в адрес членов Альянса НАТО. Куда уж еще больше? И что может быть тем переломным моментом, когда Шольц поймет, что Таурусы все-таки необходимы? Как минимум для нарушения логистики российских оккупантов. Речь же не идет о нанесении ракетных ударов Таурусами по территории Российской Федерации. Трудно предвидеть, как это может измениться. С одной стороны, действительно, тут нужно больше разъяснительной работы, что Украина всегда соблюдала вот эти соглашения, которые формальные или неформальные, которые она имела с западными странами, что она не будет употреблять это оружие на территории Российской Федерации, только на своей территории. И, наверное, тут просто придется, может быть, ждать каких-то новых объективных политических развитий, которые могли бы поменять немецкое общественное мнение. Я думаю, что пока будет вот это правительство, пока будет Шольц, и пока будет вот такое напуганное общественное мнение, не будет продуктивного какого-то решения. Есть еще, может быть, маленький шанс, что каким-то образом будет воплощена та идея, которую Великобритания предложила, что Германия будет поставлять свои крылатые ракеты Великобритании, а Великобритания, в свою очередь, будет поставлять больше вот этих ракет Storm Shadows, которые она раньше уже поставляла для Украины взамен. Вот такое я себе еще могу представить, но сейчас пока я не могу себе представить, что Германия изменит свою политику касательно ракет Тауруса. Также хочу с вами обсудить тот факт, что в Германии планируют масштабную проверку боеготовности резервистов. Ее анонсировал глава Ассоциации резервистов Патрик Зенцбург. По его анализу для защиты республики в экстренном случае может понадобиться 800 тысяч солдат. Это означает, что в дополнение к 200 тысячам действующих военнослужащих необходимо еще 600 тысяч резервистов. Как заявил Зенцбург, в стране есть около 900 тысяч бывших военнослужащих, ну, либо же призывников, имеющих статус резервиста и в возрасте до 65 лет. И снова-таки возвращаясь к теме российского влияния в информационном пространстве, которое так или иначе, вероятно, еще остается. И вот эта опаска по поводу Таурусов является также свидетельством такого вот несколько искаженного восприятия информации. Ну и вообще еще ряд факторов. Как вы считаете, насколько действительно проверка боеготовности резервистов может действительно увенчаться успехом уже вот в своем первом опыте? Насколько, ну, скажем так, люди в принципе готовы к тому, что нужно поднимать эту тему и нужно каким-то образом не просто говорить, где какое вооружение закупать или на какие учения кого отправляют, но и, возможно, быть причастным к такой подготовке? Да, несколько лет тому назад такого рода проверка бы в Германии еще оказалась странной и несвоевременной. Сейчас это, конечно, очень своевременно. И тут как бы есть два факта. Во-первых, есть вот аргумент такой политики безопасности, которая исходит из наихудшего сценария того, что сама территория Германии может стать как бы театром боевых действий. Но я думаю, не это, наверное, самая большая мотивация вот для этих проверок и для другой военной политики. Это тут скорее забота о том, а что будет, например, с балтийскими странами в случае военной эскалации. Тогда Германии, как члену НАТО, придется туда высылать свои войска. И тогда вот такого рода проверки могут оказаться важными. Пока что Германия стоит на позиции, что она не будет свои войска присылать в Украину. Она только будет соблюдать свои обязательства внутри НАТО, скажем, в отношении таких стран, как Эстония, Литва или Латвия. Пока что только вот со стороны Франции мы имеем вот эту инициативу, что стоило бы и войска в Украину высылать. Я уже давно о том говорю, что это было бы оправдано тем, что сами западноевропейские страны имеют свои интересы на территории Украины. Это безопасность своих, скажем, дипломатов в Киеве. Это безопасность украинских атомных электростанций. Это безопасность транспорта зерна и другого продовольствия, которое важно для мирового рынка. Поэтому тут есть, на самом деле, очень много таких поводов для того, чтобы и Германия могла свои войска присылать в Украину. Но пока что, я думаю, такого рода проверки и вся эта подготовка к военным действиям, она только касается, что касается в отношении Германии, Бундесвера, защиты территории НАТО. Скажите, пожалуйста, а в целом сейчас немецкая власть понимает реальные риски, насколько они могут быть сильны, и что нужно активней работать по всем направлениям, как собственной защиты, так и, конечно же, предоставлению помощи Украине? Да, я думаю, по крайней мере, лучше понимает, чем раньше. И что тоже радует, что есть интенсивная политическая, медийная, академическая, интеллектуальная дискуссия. Каждый день эти вопросы обсуждаются. И есть сдвиг. В принципе, каждый месяц есть, я бы сказал, скорее позитивные сдвиги, что принимаются новые решения о поставке помощи для Украины. Вот в феврале был подписан Германии большой договор о гарантиях безопасности для Украины. И такого рода сдвиги, они каждый месяц происходят сейчас. И это, конечно, для Украины, как я уже сказал, это все очень медленно идет. Но хотя оно медленно идет, оно идет в правильном направлении. И вот эта опасность, собственно, для НАТО, она тоже сейчас лучше ее понимает. Хотя там еще сейчас возникает, скорее, даже такой для Украины в чем-то проблематичный аспект, что страны НАТО сейчас лучше осознают опасность для самой НАТО. И это может тоже быть иногда проблемой для поставки для оружия в Украину. Потому что уже есть аргументация в пользу того, что нам нужно свое оружие оставить себе. Потому что, ну, а кто знает, мы сами завтра, нам нужно будет это оружие. Это такое немножко странное видение, что есть две России. Одна Россия воюет с Украиной, а вторая Россия как бы угрожает НАТО. Это такое немножко психологическое, я думаю, психологическое проблема. А знаете, еще очень интересно, ведь когда речь идет о единстве НАТО, и каждый воспринимает это как защиту своей независимости, своей безопасности, вероятно, это звучит достаточно привлекательно. А когда речь идет об ответственности, например, за нападение на страны-партнеры, насколько здесь ощущения действительно такие же устойчивые? Я имею в виду общественное мнение в Германии и все эти угрозы, которые сейчас сыпятся на страны Балтии, не только от России, но и от Беларуси, к примеру. Да, это будет, я думаю, если к этому мы действительно придем, к тому, что будут военные действия на границе НАТО-Россия или НАТО-Беларусь, то это будет такая проверка, а насколько серьезно вот этот альянс. Поэтому я думаю, что и, может быть, этого в конечном счете не будет со стороны России, такая проверка, потому что это может привести для России к второму открытию второго фронта, что сейчас России, наверное, невыгодно открытие такого второго фронта. И, ну, это все пока очень спекулятивно, конечно, это все обсуждать, насколько вот западные страны действительно были бы в случае такого серьезного конфликта самой НАТО, в конечном счете, они готовы и сами своих солдат присылать на фронт. Я думаю, высылка западных солдат на фронт, на российско-украинских фронт не будет, но что можно обсуждать, это вот, и это обсуждение сейчас начал президент Франции Макрон, это то, что западные войска могли бы, ну, в тылу Украины, как бы на себя взять какие-то задачи. А я просто имею в виду, все-таки, больше хотелось бы про общественное мнение на этот счет, потому что здесь и ситуация с Таурусами становится уже несколько другой. Если Россия, если Беларусь так угрожает странам НАТО, если мы понимаем, что будут, если не открыты сейчас какие-то военные действия, ну, будут определенного рода провокации для того, чтобы прощупать почву, посмотреть на реакцию. Ведь такие провокации уже были со страной НАТО, да, мы помним это и не единожды. И тут получается, что если бояться, что Россия воспримет Таурусы как определенную провокацию, либо участие в войне, то есть ли смысл бояться, есть ли куда тянуть? И вот мне интересно, эти угрозы одной из стран НАТО, и даже не одной, насколько могут повлиять, скажем так, общественное мнение на решимость народа для того, чтобы больше помогать Украине, чтобы, ну, не пришлось этот вопрос решать, скажем, своими руками? Трудно сказать, какой именно эффект... Этого нет сейчас на повестке, да? Это вот с такой стороны пока не обсуждается. Да, я думаю, что, скорее всего, поэтому я иногда и удивляюсь, почему Россия так поступает, как она поступает, что вот эти инциденты там на границах, они, скорее всего, они повышают, как бы, западное понимание вот этого. Да, и они, в конечном счете, скорее в пользу Украины, потому что вот тогда, как бы, более понятно становится, что это серьезно, и это может и самой Украины касаться. Но, как я уже сказал, сейчас есть такая парадоксальная ситуация тоже, что эти страны стали больше бояться России, и они, поэтому, сейчас могут и, как бы, не так охотно свое оружие передавать. Тут, я думаю, требуется и со стороны украинских, и проукраинских, как бы, спикеров, как бы, лучше разъяснять, что вот, ну, и, конечно, там, скажем, финны или эстонцы, или латвийцы, литовцы, они это хорошо понимают, что вот те войска, которые сейчас, российские войска в Украине воюют, воюют, если они будут побеждены, то они уже не смогут воевать против НАТО. Это такую, ну, простую, такую простую мысль, мне кажется, еще нужно распространять, хотя она очень простая, вроде бы, и для восточных европейцев довольно понятная. Благодарим вас, Андреа, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Мы, как всегда, вам рады. Благодарим вас за обсуждение этой темы. Андреа Сумланд, немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова